Итак, добрый день, мои дорогие, мои самые любимые и лучшие зрители. Добро пожаловать на канал Zialdant, меня зовут Игорь. Сегодня он к нам в гости пожаловал такой вот новый энергетик от Иона, а именно Dangerberry Grapefruit Дикая Малина. Желаю вам приятного просмотра, ну а я приступаю к обзору. Ион меня не перестает удивлять тем, что они очень так серьезно подходят к производству энергетиков. Мне очень нравится, что у них написано в составе. То есть, если обратить внимание на состав сразу же, с самого начала ролика, концентрированные лимонные, малиновые и яблочные соки. Так, а где грейпфрут? Содержат, ароматизаторы содержат масла грейпфрута и лимона, экстракт джиншеня, таурин, кофеин, элькарнитин, экстракт гуараны. Короче, одним словом, здесь состав очень такой сбалансированный, правильный. И вот, знаете, энергетик здорового человека, можно так его назвать даже. Потому что, знаете почему? Потому что Швейцария, как бы так сказать, права на товарный знак принадлежат Швейцарии. То есть, это как Red Bull, он из Австрии к нам приезжает, а ион, он как бы швейцарский энергетик. Поэтому, скорее всего, скорее всего. Ну, конечно, его производят у нас в стране под контролем, наверное, какого-то эксперта из Швейцарии, чтобы не терять планку. Потому что, если они начнут его разбавлять или что-то делать с ним, то, конечно, очень сильно разочаруется потребитель. И они могут потерять его просто-напросто. Ну что, грейпфрут, дикая малина. Сочетание, конечно, очень интересное. Короче, ребят, я курю кальян. Не многие об этом знают, потому что я не особо афиширую это. Но там есть у них какого-то бренда табак со вкусом грейпфрута с малиной. Вот, может быть, сейчас будет что-то похожее, кстати. Ко мне только что подошел брат, который выполняет функцию оператора. И он сказал, что на кадре лица не видно полностью, потому что панамка прикрывает. Ну, сами понимаете, под прямыми лучами солнца можно словить солнечный удар. Мы этого не хотим, поэтому снимать будем так. Переснимать у меня нет желания. Знаете почему? Потому что мы выбрали время, выбрали локацию, выбрали конкретные энергосы. И, знаете, вот уж очень у меня плотный график. Я не могу смещать обзоры на другие дни, потому что это будет тогда очень тяжело потом с монтажом и прочим. Ладно, это все издержки, как бы так сказать, блогерства. У нас, в конце концов, и он на обзоре. Поэтому давайте, кстати, про дизайн. Дизайн, как всегда, на уровне. Просто высший класс. Цветовая палитра очень классная. Оранжевый с таким черным перетекающим в гранатовый или бордовый. Молодцы, постарались над этим цветом. О мой бог! Это потенциально открытие года. Потенциально. Посмотрим. Пахнет, как грейпфрутовый этот. Что грейпфрутовое есть? Хот-кет, грейпфрутовый его. Пробуем. Точь-в-точь, как табак. Вот, когда куришь этот табак. И сейчас я вот попробую. Вот, одно и то же практически. И вот, одно и то же реально, ребят. По цвету он напоминает Швейпс Биттер Лемон. Я готов покупать этот ион снова и снова. У меня есть любимые вкусы иона. Но, к сожалению, я на их обзор не заснял, кстати. Может замутить, кстати, обзор. Это просто великолепно. Все так гармонично. Грейпфрут не ругается с малиной, а они дополняют друг друга. Сначала на заходе и грейпфрут, потом малинка так немножко начинает играть с вкусовыми рецепторами. И получается на входе просто потрясающий вкус. Ион в очередной раз доказали то, что они умеют делать энергетики, умеют работать со вкусами. Вот у меня есть несколько фаворитов у иона. Это алмантраш, миндаль и баррикос. Никто не делал миндаль и баррикос, кроме них. Потом мне нравится киви бласт, киви ананас. Ну и, скорее всего, это будет центрус панч. Потому что апельсинка, ну это апельсинка. Это просто великолепно. Блэк пауэр мне не нравится, потому что он слишком банальный. Гранатовый там, да, это джинджер краш, да. Гранат с имбирем или с чем там. Мне не нравится, потому что... Ну это гранат, я не особо люблю гранат. Сам по себе и гранат. Это сок редко пью. БЦАшка 2000-ая. Ну это, скорее всего, просто там с лимончиком, как будто вода мне тоже не особо зашло. А вот этот, это просто великолепно. Они молодцы. Я им просто хочу, знаете, встретиться с теми, кто придумал этот куст и пожать им руку, потому что они реально молодцы, постарались. Выкатили офигенный вкус. И я довольный, что он попал на наш рынок. Крайне рекомендую к покупке. Может кому-то и зайдет на постоянку. Мне точно зашло. Я готов его брать снова и снова. Но цена. Взял я его вообще неизвестно в каком магазине за 80 или 85 рублей. Точно не помню цену. Но эта цена неоправданная для ИОНа. Я бы... Твою мать, Женя! Что ты лезешь в кадр? Так вот. Цена неоправданная для ИОНа. Его справедливая цена рублей 60-70. Но не 80-90. Но это совсем другие уже ценовые политики. Это Адреналин, Берн. Вот они реально дорогие, зараза, почему-то. ИОН чисто такой наш Энергоз, который будет радовать очень многих потребителей. В общем, мое окончательное мнение по поводу этого энергетика. Дизайн классный. Вкус 11 из 10. Цена 8 из 10, скорее всего. Все. Я все сказал. Рекомендую к покупке. Я рекомендую к тому, чтобы купить его и попробовать. А это был ИОН Дэнджер Берри. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем ролике. И до скорых встреч, ребят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok